В этом, конечно, Ивану Третью в этом направлении нам проиллюстрировать какие-то молодости жизни. Иван Третий зашел на престол уже зрелым человеком для того времени, 22 года. Это уже был период зрелости, а не период юности, как сейчас считается в наше время. У него была определенная программа, которую он очень сложно, но планомерно на протяжении всей своей жизни воплощал. Поэтому это время сложное, интересное, очень противоречивое и трагическое часто для русского государства. Но время, когда не было таких ужасных потрясений, какие русская земля переживала во время старствования его внука Ивана Грозного. Во-первых, произошло собирание русских земель и объединение их под властью московского князя. Во-вторых, это определенные очень тесные взаимосвязи с Византией, с Константинополем. И женитьба великого князя на Софьи Палеолог, племянницы последнего императора византийского Константина. А также строительство Кремля, многих памятников кремлевских, которые сейчас мы видим практически в том виде, в котором они были созданы в 15-м, начале 16-го века. Продолжение следует... Специалисты знают, что эта вещь выполнена где-то в самом конце 15-го, начале 16-го века. Уже тем не менее легенды такие есть. На этом кресте, выполненном из дерева, обложенном серебряной золоченой пасмой, врезаны и вставлены костяные миниатюры. Я считаю, что Кремль сделал замечательный подарок к этому году Романовых. И мы сможем с биографией этого князя познакомиться с его окружением и с эпохой, в которой он живет. Спасибо. 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 Спасибо.